Дополнять и развивать. Губернатор Югры во время поездки по Сургуту побывала в индустриальном парке. Главе региона рассказали о темпах строительства второй очереди. Также Наталья Комарова познакомилась с уже работающими на базе резидентами. Управляющей компанией заявили, что готовы взяться за реновацию всей восточной промышленной зоны Сургута. Есть ли будущее у такой идеи, знает Татьяна Расторгуева. Визит на площадку Сургутского индустриального парка Югра для губернатора региона уже не первый. Наталья Комарова наблюдает за всеми этапами создания кластера. Готовый, но полупустой цех летом 2020-го спустя чуть более полгода преобразился. Теперь здесь непрерывный гул оборудования. Не просто железные трубы, это материал не магнитный, специальный, то есть высокотехнологичный. Из него делаются элементы телесистем, сложное достаточно оборудование. Резидентов, разместившихся в помещениях первой очереди индустриального парка, шесть. Все они ориентированы на нефтегазовый комплекс. Один из крупнейших арендаторов – Велбор Интегрити Сервис. Компания работала в Сургутском районе, но увеличение нагрузки и рост темпов производства потребовали переезда. Здесь очень хорошая логистика, то есть Сургут для Западной Сибири как центральный такой логистический центр. Здесь у нас есть и железнодорожные пути, есть порт действующий, к которому также можно недалеко добраться. И по железной дороге связь есть, и по обычным дорогам. У самого индустриального парка здесь очень много привилегий. Индустриальный парк Югра обеспечивает благоприятные условия для резидентов в режиме единого окна. От предоставления готовой инфраструктуры до сопровождения в получении поддержки от институтов развития. Парк у нас выиграл конкурс Министерства экономического развития, получает субсидию. И у нас соглашение с управляющим компанией индустриального парка заложено, что 20% территории резидентов субъектом СП уже получит именно льготную аренную ставку. То есть помимо того, что у тебя есть современные производственные помещения, у тебя еще льготная арендная ставка. Естественно, это привлекает и резидентов. Помогают также в приобретении производственных линий и станков, лабораторий и другого оборудования. Комплекс решений позволяет создавать инвестиционные возможности для бизнеса, а региону повысить рост импортозамещения. В этом году площадь объектов индустриального парка Югра должна вырасти втрое, плюс 6 тысяч квадратных метров производственного цеха и еще почти столько же складских помещений. При этом в управляющей компании оценивают и дальнюю перспективу. В планах обустроить всю восточную промышленную зону Сургута и определиться с тактикой ее развития. Практически 50 баз, которые сейчас здесь расположены, в той или иной мере освоения. И, возможно, мы сейчас проговариваем, может быть, какую-то территорию обережащего развития, либо еще какие-то формы для того, чтобы все эти базы, в принципе, готовы к нам войти в структуру индустриального парка, для того, чтобы дальше получить толчок для развития. Более того, вот есть базы, которые сейчас находятся в банкротном режиме и будут продаваться в ближайшее время. Сначала город пусть проверит, кто здесь на каких условиях вообще обретается. Наталья Комарова заметила, что такой подход, как реновация промышленной зоны, допустим. Но делать это нужно взвешенно и только после полной ревизии имеющегося кластера. Но стратегически направление перспективное. В Югре в ближайшие 10 лет создадут целую сеть индустриальных парков. Мы формируем так называемую сеть, опорную сеть, каркас такой индустриальных парков, потому что действительно на территории Югры много таких старых промышленных площадок, которые требуются привести в соответствие с современным требованиями. Мы планируем, что до 2030 года мы таким образом сформируем порядка 80 индустриальных парков по всей территории округа, которые позволят нам закрыть существующий спрос от компаний-резидентов, от технических компаний, которые приходят к нам в автономную. Изюминка индустриального парка в удобстве для всех. Резиденты работают в комфортных условиях, а в перспективе смогут дополнять продукцию друг друга. Повышение уровня взаимодействия между производителями позволит им не только вместе выходить на тендеры, предлагая нефтяным компаниям комплексные решения. Получится и сэкономить, снижая, например, транспортные расходы и сокращая время разработок. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец, Сургут Интерновости.